Из года в год нам твердят о необходимости прививки от гриппа. Почти 350 тысяч жителей Самарской области Совету врачей уже последовали. Конечно, обязательно нужно. И молодым, и старым, тем более пожилым, и детям, скажем так, разного возраста. Это обязательно. В группе риска находятся дети, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Болезнь в этом случае протекает сложнее, поэтому для них вакцинация бесплатна. Важный момент. Пациент должен пройти медосмотр перед прививкой, чтобы врач решил, можно ли ее делать. Причем прививка необходима каждый год, потому что вирус меняется, меняться должна и вакцина. Вакцина комплексная. Ежегодно научно-исследовательский институт гриппа разрабатывает в феврале-марте новые штаммы вакцины, которые учитывают прошлогоднюю сезонность штаммов и ожидаемые в новом году. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, штаммы этого года – уже знакомый H1N1, так называемый свиной грипп, новый H3N2 и вирус группы В. Вакцинация от них уже идет и продлится до конца октября. В Самарскую область поступит 1 344 000 вакцин, почти на 200 000 больше, чем в прошлом году. Хочу сказать по опыту прошлого года, что у нас была задача достичь среднероссийского уровня привитости, а это 31%. В том году мы привили 36% жителей Самарской области, а в этом году задачей поставлено привить 40%. Еще один нюанс – купить вакцину в аптеке можно, но не удивляйтесь, если в больнице вам откажут в уколе с вашей ампулой. Ведь неизвестно, как она хранилась. А правильное хранение – чуть ли не главный залог эффективности прививки. В клиниках за этим строго следят. Получая вакцину, мы их складываем в холодильник. Есть маркировка на каждую полку свою вакцину. И храним при температуре от 2 до плюс 8 градусов. Грипп опасен своими осложнениями – вирусной пневмонией, онкологией, последствиями для сердца и сосудов. Именно вовремя сделанная прививка от этих осложнений избавляет, да и в целом заболевание пройдет легче. Чем больше будет количество привитых, тем меньше возможности будет у вируса проводить вот эту естественную, свою природную мутацию, свое естественное преобразование. За вакцины люди пока в очередь не выстраиваются. И, кстати, зря, потому что специалисты уже отмечают рост заболеваемости, а прививку нужно обязательно делать здоровым. И, кроме того, организму потребуется еще две недели, чтобы выработать иммунитет. Ну, время пока остается, а вакцина есть во всех городских больницах. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.